Всем привет! Сегодня, как я и говорил, будем устанавливать три вот таких пуфика. Приятного просмотра! Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету. Ну так вот, эти три красавца отлично помогли мне штукатурке стен в нашем доме. И теперь надо воздать им должное. Перетянем их. Вуаля! Что характерно, у них нет синтепона. Ну, соответственно, этот материал как раз таки и предотвращает очень быстрое протирание самого поролона. Этим пуфикам уже прилично лет и, как видите, поролон даже не начал сыпаться. Что касается каркаса, он тоже весь цел. Плотный картон мебельный тоже целый, никаких повреждений нету и уж тем более нет гниения, потому как, по-моему, я даже пару раз оставлял их на улице под дождем. А, возможно, будут вопросы к тряпочному пуфику. Давайте разберем его. Но, как оказалось, даже он вполне себе неплохо сохранился. Да, конечно, мебельный картон немного повело от влаги, но это не должно повлиять на внешний вид самого пуфика. А вот здесь немножко другая конфигурация для ножек, но в основном каркас идентичен остальным. Вот эти штуки нам не нужны. Извините, как ни странно, в этом пуфике синтепон. Так, ну, его тоже стоит заменить. Так, собственно, и поролон. Я почему-то только на монтаже понял, что, в принципе, можно было их и не удалять. Помимо того, что я потерял время, я плюс еще повредил один из элементов каркаса пуфика, так что пришлось делать новый брусочек. Итак, в этом проекте я постараюсь избегать пневмоинструмента и постараюсь обойтись ручным степлером. У меня он фирмы Майлос, наверное, называется, и, по идее, его вполне будет достаточно, так как здесь используется картон и сосновые бруски. Даже самого слабенького степлера должно хватить. И также воспользуюсь шуруповертом, чтобы укрепить бруски между собой. Первый есть. И остальные два тоже. Единственное, я где-то до добавил еще скоб и скруглил острые углы в этих кубах. Ну и теперь можно приступать к оклейке нового поролона. Клеить я буду на клей нового. Его уже не нужно разводить, он достаточно жидкий, чтобы пользоваться им с помощью краскопульта. Я сейчас для примера нанесу вручную его, но остальные сделаю с помощью краскопульта. На самом деле пришлось клеить все вручную, потому как пистолет выпал и отломалась емкость для клея. Итак, я делаю некое количество вот таких точек и также наношу клей на сам пуфик. Наношу, в принципе, на ключевые точки, на края и несколько полос в середину. Но на самом деле наносить клей на поролон даже не обязательно. Я в дальнейшем наносил только на пуфик и этого было вполне достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 С поролоном все. Единственная неприятная вещь при работе с таким клеем, это то, во что превращаются ваши руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да ладно. Теперь остался последний слой, который будет нивелировать все неровности, а именно это тонкий слой синтепона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, в общем-то, вот такая бубочка у нас получается. За основу я возьму один из чехлов, они все равно все одинаковые, не останется его распороть, из этого получится лекало, вырезать и сшить новый чехол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я некоторое время все размышлял, где же найти скобы черного цвета. Я такие увидел у Саши Честера на канале. На самом деле, только недавно увидел, что весь фокус черных скоб это обычные скобы, покрашенные перманентным маркером. Вот и все. Теперь есть черные скобы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, в принципе, все понятно. А мне еще нужно сделать ножки. Переносимся в мастерскую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и для ножек пойдет вот такой кленовый брусочек. Его толщина 37 миллиметров, так что придется ставить 50-миллиметровую фрезу. Концевая, двух заход. Двух. Один из самых частых моментов, это то, что 50-миллиметровая фреза постоянно ломается на таких толстых заготовках. Памбарамбург, по-моему, что сделать? Так, ладно, больше у меня, в принципе, такой фрезы нет, да и нет смысла, потому что все равно она по-любому отломается. Так что уменьшаю толщину до 20 миллиметров. Вот такой щит у меня просто будет из старых. И ставлю такую же фрезу, но на 30 миллиметров, или 32, по-моему. Ну, я надеюсь, сейчас уже должно быть все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, есть ощущение, что такая ножка была бы интереснее, но, к сожалению, будут такие. И вот так вот я выкрутился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получая деньги за любые действия по счету. Ну что ж, вот такая переделка у меня получилась. Ну и как обычно, если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! И еще наша киса просит вас посмотреть вот эти ролики. Теперь точно пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!